Google раскрыла подробности работы трехмерных будок для видеосвязи. Робот Омека способен правдоподобно воспроизводить жесты и мимику человека. Tesla представила свой самый дешевый электромобиль – детский квадроцикл CyberQuad. Электробайк Voxen Votman установил новый рекорд скорости. Об этих и других темах подробнее далее. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Google подробно описали технологию телеприсутствия, которую представили на прошедшей конференции. Проект Starline – это по сути трехмерная будка для видеосвязи, которая должна заменить обычные скучные двухмерные видеочаты и создать ощущение, будто ты в самом деле находишься напротив собеседника. Выяснилось в частности, что цветное изображение пишется с четырех точек, создается три карты глубины и семь звуковых дорожек. Звучит просто, но при попытке реализовать такой своевременный проект инженеры Google столкнулись с множеством трудностей. Тем не менее, разработчики надеются создать технологию телеприсутствия, которая создаст опыт виртуальной реальности без громоздких гарнитур и датчиков. В основе данной системы экран с диагональю 65 дюймов, разрешением 8К и частотой 60 Гц. Вокруг него установлены устройства захвата, считывающих данные о цвете и глубине. Также имеются четыре дополнительных камеры слежения, четыре микрофона, два динамика и инфракрасные проекторы. Всего цветное изображение пишется с четырех точек, создается три карты глубины и семь звуковых дорожек. Все это оборудование генерирует массу данных, которые нужно потом передать. Для этого требуется пропускная способность от 30 Мбит в секунду до 100 Мбит, в зависимости от детализации одежды и обилия жестикуляции. Это существенно больше, чем при обычном звонке через Zoom. Но средний офис в крупном городе может себе позволить такую связь. Для кодирования данных используются четыре графических процессора NVIDIA. Испытания технологии проводились в течение девяти месяцев в разных офисах Google. Всего 117 пользователей провели 308 конференций в будках Starline. Средняя длительность звонка составила 35 минут. О коммерциализации проекта пока речи не идет. Компания Engineered Arts продемонстрировала робота Омека, который способен воспроизводить человеческую мимику и жесты. По задумке разработчиков, такой робот должен продемонстрировать прогресс в сфере робототехники, а также призван кокетничать с людьми на различных мероприятиях, чтобы понравиться им. Но реакция людей на робота оказалась неоднозначной. Инженеры стремились создать движения и мимику робота Омека максимально похожими на человеческие. Он оснащен системой датчиков и приводов, которые позволяют воспроизводить заранее запрограммированные движения, включая сложные последовательности движений. Благодаря этому робот способен двигать руками, шевелить пальцами, воспроизводить жесты и мимику лица, в том числе двигать глазами и морщить лоб. Для программирования движений робота использовался язык Python. Разработанный швейцарскими инженерами робот Animal демонстрировал примечательные способности, когда был относительно простой четвероногой машиной. К 2020 году к его конечностям добавили колеса, благодаря которым он получил альтернативный способ движения. Теперь же авторы проекта научили свое детище подниматься на задние конечности и готовят его к доставке товаров в городских условиях. Сейчас разработкой занимается Swiss Smile, дочерняя компания швейцарской высшей технической школы Цюриха. А сам механизм получил название Swiss Smile Robot. Он сохранил оригинальную конструкцию на четырех конечностях, как и способность передвигаться шагами, подобно зверю. Это действительно удобно, когда необходимо преодолевать препятствия вроде ступеней. Установленные на конечностях моторизованные колеса оказываются намного энергиоэффективнее ходьбы при движении по ровным поверхностям, будь то тротуары или полы в зданиях. При необходимости робот может скатиться и с лестницы, в этом случае его ноги работают как амортизаторы. Регистрация торговой марки Tesla в сегменте детских товаров не была случайностью. Избранные счастливчики смогут порадовать детей старше 8 лет электрическим квадроциклом CyberQuad, который способен разгоняться до 16 км в час и преодолевать без подзарядки расстояние до 24 км. Данное транспортное средство массой 55 кг компания оценила в 1900 долларов. Квадроцикл CyberQuad в детском исполнении способен перевозить до 68 кг полезной нагрузки, а возрастной ценз для любителей четырехколесного электротранспорта в данном случае от 8 лет и старше. Год назад мотогонщик Max BG выступая на электрическом мотоцикле Vox & Wattman побил 5 мировых рекордов и установил 6 новых. Очевидно, этого оказалось недостаточно, и теперь BG побил собственное достижение, увеличив максимальную скорость с 408 км в час до 466. Всего он установил 19 новых рекордов для электробайка. Мотоцикл Vox & Wattman имеет три конфигурации – стандартная, частично обтекаемая и полностью обтекаемая. Изначально был создан для гонок, аккумулятор у него такой же, как у ведущих потребительских моделей. А вот мотор в 4 раза мощнее, мощность которого составляет 425 лошадиных сил. Он охлаждается сухим льдом. Впрочем, данный мотоцикл и не предназначен для долгих поездок. Дополнительные модификации и варианты оснащения позволяют подготовить мотоцикл к гонкам в различных категориях. В ноябре на неиспользуемой взлетной полосе Космического центра Кеннеди во Флориде гонщик воспользовался всеми возможностями аппарата, чтобы установить 19 мировых рекордов. Ну и напоследок поговорим, конечно же, об аэротакси. Французская компания Ascendance Flight Technologies представила концепцию пятиместного аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой, и причем на гибридной силовой установке. Оригинальная конструкция представляет собой продольный биплан, когда две пары крыльев разнесены по горизонтали на передние и задние. Но самое интересное – это встроенные в каждое крыло пропеллеры для вертикального полета и зависания в воздухе. Вышло компактно и элегантно. Гибридную силовую топливно-электрическую установку Стерна компания Ascendance разрабатывает самостоятельно. Жидкое топливо придаст аэротакси увеличенную до 400 километров дальность полета и сокращенное время подготовки к следующему. Также в дальности полета на одной заправке помогут крылья и два горизонтальных винта. Один спереди, а другой сзади воздушного судна. Предложенная конструкция с парой пропеллеров в каждом крыле снижает шумность работы вентиляторов. Утверждается, что аппарат, получивший имя от СИА, будет работать в четыре раза тише обычного вертолета. Для обслуживания пассажиров в условиях города и при полетах над населенной местностью низкий уровень шума – это одно из условий получения разрешения на полеты. Тестирование аппаратов компания рассчитывает начать в 2023 году. Серийное производство она надеется запустить к 2025 году. Кроме междугородних перелетов, это воздушное судно может использоваться для нужд экстренной медицины, а также спасательных операций и патрулирования. Вот и подошел к концу наш выпуск. Спасибо, что досмотрели его до конца. Поставьте свой космический лайк обязательно и подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. А также обязательно внизу оставляйте свои комментарии. Все наши полезные ресурсы вы найдете по ссылкам в описании. Ну а на этом я буду с вами прощаться. С вами был, как всегда, Андрей. Всем отличного настроения, друзья. Не переключайтесь. До скорых встреч. Спасибо.